Проблемы и пути их решения. Первый заместитель губернатора области Иван Жук в эту субботу разбирался в самых насущных вопросах населения. Приватизация земельных участков, ремонт дорожной сети и кредитование населения. Об этом и многом другом люди спрашивали у чиновника в ходе прямой телефонной линии. По мнению жителей одной из деревень в Деревенском районе, были нарушены правила проведения тендера по сбору молока у населения. Разобраться в сложившейся ситуации Иван Жук пообещал лично, учитывая мнение каждой из сторон. По словам зампреда, главное в подобных ситуациях найти необходимый компромисс, опираясь в первую очередь на нормативно-правовую базу. Не надо никогда говорить сразу, что мы постараемся. Понимаете, когда говорят, что постараемся, человек сразу думает, что все решат. То есть надо посмотреть, разобраться, правый ли человек, срокодательной нормой или правой. И особенно, когда спорный вопрос, надо всегда выслушать две стороны. Понимаете, потому что первый докладывает, а второй уже оправдывается. И хорошо, что мы слышим одного и второго. Потому что потом завтра этот вопрос решишь, поэтому завтра будет обиженный. И тогда надо решать его вопрос. Несколько спорных ситуаций в эти выходные пришлось решать и городским властям. Жители одной из улиц в Гродно уже неоднократно обращались к чиновникам с вопросом о восстановлении дорожного полотна после ремонтно-технических работ. В ситуации пообещали разобраться уже на текущей неделе. Тем не менее, по мнению специалистов, за последние несколько месяцев острота вопросов в ходе прямых телефонных линий значительно снизилась. Многие ситуации требуют скорее разъяснения, нежели чем решительных мер. Динамика снижается, вопросов меньше, вопросы более неглобального характера. То есть личные вопросы у людей, которые действительно хотят помочь пройти процедуру оформления, или уточняют, каким образом можно выполнить те или иные работы. Продолжение следует...